Теперь об этих и других событиях подробно. В Минздраве России глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов защитил предложение от республики для их включения в нацпроект здравоохранения. Напомню, что по инициативе главы КЧР первый заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева провела совещание с участием руководителей всех департаментов Минздрава по вопросу участия Карачаева-Черкесии в национальном проекте. В ходе совещания был представлен подробный анализ работы всех направлений системы здравоохранения республики, которой в целом была дана позитивная оценка. При этом Татьяна Яковлева отметила, что до конца декабря у региона есть возможность направить дополнительные заявки и дала ряд конкретных поручений по озвученным на совещании проблемам, которые до этого не вошли в нацпроект. В частности, по ремонту объектов здравоохранения, их оснащению оборудованием, а также дополнительному санитарному автотранспорту для медучреждений, расположенных в горной местности. Она также согласилась с обращением главы региона в рамках подготовки к столетию Карачаева-Черкесии поддержать республику в строительстве медицинских объектов, которых ранее не было на ее территории. Также Татьяна Яковлева назвала очень полезной инициативу Рашида Тимрезова проработать предложение от региона в нацпроект «Здоровье» столь детально. Дай Бог, чтобы все регионы, все губернаторы, главы регионов приезжали к нам. Мы с удовольствием, хотя это занимает большое количество времени, но это дает результат. И когда мы действительно друг друга в глаза высказываем все замечания, пожелания, решаем проблемы, намечаем пути их преодоления, а главная наша цель – это, конечно, здоровье наших граждан. И чтобы у нас действительно выполнить указ президента, что нам к 2024 году нужно 78 лет продолжительной жизни быть. А в Карачаево-Черкесии уже в 2019 году можно добиться 80 плюс и выполнить указ президента, который намечен на 30-е годы. Все условия для этого есть, и мы сегодня об этом договорились.